Все чаще в общественном транспорте в Иванове можно встретить объявление о возможности оплаты проезда с помощью универсального проездного «Зеленый свет». Одна поездка обойдется в 22 рубля. Обзавестись проездным, как пополнять его, можно в кассе коммунальных платежей. До 1 ноября карту выдают бесплатно. Лично я приобрел данный проездной примерно две недели назад. После того, как увидел наклейки, мне захотелось его, скажем так, протестировать. С учетом того, что до ноября сам пластиковый носитель бесплатный, если кладешь больше 50 рублей, то я решил, почему бы нет. В проект универсальный проездной присоединилась большая часть перевозчиков. К примеру, принимают его в автобусах городских маршрутах номер 1, 7, 15, 4, 40, 45 и межмуниципальных 100, 135, 136, 150. Правда, с последним есть небольшая загвоздка. Ну, казалось, на этом маршруте работают два перевозчика 150. И один принимает, и другие не принимают. А у меня не было при собой наличных денег, потому что я все положил на карту. Мне пришлось выбегать из автобуса, бежать на площадь Пушкина и садиться на другой автобус 136. То есть я потерял время. В автобусе меня смотрели как на мошенника какого-то. Мне было неприятно. Неужели нельзя навести порядок, чтобы хотя бы на одном маршруте принимали все автобусы, чтобы не было таких недоразумений? В городской администрации правительстве области комментируют внедрение универсального проездного, отказываясь, засылаясь на то, что это исключительно частная инициатива, отношения которой городские власти не имеют. Вместе с тем, жителям придется в одиночку справляться с проблемами, которых возникает немало на старте любого проекта. И пока вглядываться вдаль, высматривая наличие на транспорте зеленых наклеек. Те, кто проездной уже опробовали, сходятся во мнении, что он более удобен в использовании, пусть даже и с такой незначительной скидкой. Мелочь, а приятно. А это очень удобно. И прозрачные платежи, опять же. И если это страховой случай, например, автобус попал в аварию, то предъявляли чек. Это свидетельство о том, что ты уже участвовал в этом движении, что ты был в этом маршрутке. А если многие водители газели не дают даже билеты, и доказать, что ты попал в аварию именно на этом маршруте, вообще невозможно. А это дает уже уверенность в страховых случаях. Перевозчики, хотя и согласились участвовать в проекте, к проездному еще присматриваются. Комментировать на камеру не хотят. Но говорят о минусах. 4-процентной комиссии, которую надо платить банку, несовершенной системе, дающей технические сбои. Отсутствие гибкой и понятной держателем карт системы скидок. Такой, как, например, существует в Москве или Санкт-Петербурге. Из плюсов – прозрачность платежей и скорость обслуживания. К сожалению, да, есть несколько перевозчиков, кто пока не работает по универсальному проездному. По маршрутам это 18-й, 43-й маршрут, к сожалению. Но радует тот факт, что к нам присоединяются уже перевозчики из области. Ну, например, вот Фурманов сейчас уже работает, Вичига в ближайшие дни подключается. И также ведем переговоры по организации точек продаж и пополнения в других районах нашей области. Вместе с тем транспортная карта для проезда в троллейбусе в городе успешно прижилась. В МУП и ПТ отмечают число поездок с использованием пластиковых карт с каждым днем растет. Наиболее популярный сейчас электронный проездной билет – поездка «Плюс», который позволяет за 51 рубль совершить 4 поездки. Второй популярности – электронный проездной билет со сроком действия 1 месяц. Запустили в МУП и ПТ и мобильное предложение с использованием QR-кода. Более 16 тысяч пассажиров уже оплатили свои поездки в троллейбусе таким способом. Что касается остального транспорта, то безналичную оплату проезда обещают внедрить уже к концу этого года. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.